Привет, друзья! Мы договаривались обсудить вопросы набора мышечной массы. Сегодня этим и займемся. Для того, чтобы набирать мышечную массу, нужно соблюдать несколько основных правил. Достаточно простых. Первое, это то, что организму для того, чтобы набирать мышечную массу, вообще набирать ткани, нужно достаточное или адекватное количество энергии. То есть мы говорим об углеводах. Дальше, чтобы набирать мышечную массу, нужен строительный материал в достаточном количестве. То есть мы говорим о белках. Если говорить о жирах, то жиры должны быть просто в адекватном количестве для поддержания здоровья в человеческом теле, но не являются прямой необходимостью для набора мышечной массы, являются лишь необходимостью для поддержания здоровья человеческого организма. Дальше нужно естественно адекватное количество воды, нужны витамины, минералы, лишь потому что они нужны для здоровья, опять же, то есть это как с жирами. И дальше для того, чтобы мышечная масса набиралась, естественно, нужно создать причины, почему организму нужно увеличивать свою мышечную ткань. Потому что человеческий организм никогда, ни при каких условиях не будет увеличивать объем двигателя, а мышцы это и есть по сути дела, как двигатель у машины. То есть если мы говорим о мышцах, это совокупность двигателей человеческого тела. И наше тело не будет увеличивать объем двигателя для того, чтобы пожирать большее количество бензина, потому что это препятствует выживанию. Соответственно, тело будет увеличивать объем двигателя лишь в случае, если жизнь заставляет иметь больший объем двигателя. То есть нужно поднимать тяжелое, ребята, в базовых движениях, об этом мы с вами уже не раз говорили. Тогда тело понимает, что для выживания ему нужно иметь больший двигатель, иначе каменная плита или какая-то стена или враг не будет повержен, или стена не будет сдвинута, или дом не будет построен. То есть человек не сможет выжить, и поэтому нужно большие и большие объемы двигателей или мышц для того, чтобы с жизнью справляться. И мы с вами должны создать для тела эти предпосылки. То есть поднимать тяжелое, поднимать тяжелое для всех частей тела и впитать мышцы строительным материалом и энергией. Так вот, от слов к делу. Сегодня я хочу импровизированно подготовиться к предстоящему дню. То есть здесь на моем столе находится то, что я либо возьму с собой, либо съем на завтрак, об этом позже. Суть в том, что я готовлюсь к предстоящему дню. И сейчас буду готовиться с точки зрения белка. Положу на гриль куриной грудки. В общем, ребят, это то, что я хочу съесть сегодня. Естественно, в прошлых выпусках мы уже касались отдельных деталей всего этого процесса. Но сейчас я просто хочу продемонстрировать, как в данное конкретное утро, имея в голове цель набора мышечной массы, я подготовлюсь к предстоящему дню. Что я возьму, почему я возьму это, какие у меня мысли на этот счет. Итак, куриную грудку я забыл прижать. Сейчас мы ее прижмем, так процесс пойдет быстрее. Я поставил здесь 215 градусов. Здесь у меня куриная грудка. Вот здесь на тарелке у меня искалоп из индейки. Как я вам уже не раз говорил, мои познания в кулинарии слабы. Надеюсь, что это нас с вами роднит. Потому что далеко не у всех познания в кулинарии глубокие. Поэтому я с некоторыми продуктами, как дилетант, зачастую пробую впервые. То есть, например, искалоп из индейки. Я не знаю, я всегда считал, что искалоп это свинина. Видимо, плохое знание русского языка тоже. Так что искалоп из индейки я тоже приготовлю. Вот здесь лежит сейчас, между прочим, вот эти две здоровенные куриные грудки по 250 граммов. Значит, ребят, вы не раз меня спрашивали. Хотя я уже отвечал тоже, по-моему, не раз, но вы продолжаете спрашивать. Мы берем всегда вес исходный, вес продуктов. То есть, вес сырых продуктов. Информация о питательной ценности всегда дается сырых исходных продуктов. То есть, говорим ли мы о макаронах, говорим ли о фруктах, говорим ли о мясе, курице. Короче, 500 граммов куриных грудок дадут нам порядка 100 граммов белка. Пока жарятся куриные грудки, еще что я вам хочу сказать. Много вопросов по источнику белка. Естественно, белок животного происхождения имеет более полный аминокислотный набор. Проще человеческому организму строить мышечную ткань. Вегетарианцам сложнее из продуктов растительного происхождения получать полный аминокислотный набор. Вам нужно из разных продуктов растительного происхождения достраивать полный набор аминокислот. Для того, чтобы организм мог из них синтезировать белковую ткань. Или строить белковые конструкции. Кстати, да, пока жарятся куриные грудки, немного креатива кухонного. Без этого ведь никак. Особенно, знаете, когда начинаешь что-то делать, а я уже вместе с вами в течение полугода что-то тут делаю, естественно, какие-то знания простейшие получил. Так вот, я попробую сделать небольшой такой соус к этим куриным грудкам. Чистый эксперимент, ребята. Я собираюсь положить сюда авокадо. И сразу хочу ответить на вопрос, который кто-то мне задал, сказав мне, что, Денис, вы используете диковинные экзотические образцы продукции. Авокадо я купил за 30 рублей в супермаркете. Мне кажется, они повсюду валяются сейчас. Ну, по крайней мере, вот в Москве есть. Я думаю, в других крупных городах точно. Что я хочу... Ну вот. Что я хочу сказать. Ребята, не боритесь так сильно за свои ограничения. Отстаивая свои ограничения, мы же лишаем себя всемогущества. Как сказали умные люди. Я же, давайте не будем этого делать, а будем искать пути и способы. Так вот, ладно, куриная грудка готова. Я думаю, можно вынимать пока что. Ну-ка, полюбуемся на нее. Нормально. Готово. Ну вот, видите, вот такие два здоровых кусмана куриной грудки. И пока здесь все у нас разогрето, давайте я заброшу сюда искалоп. Искалопчик. Оп. Искалоп. Короче, искалоп из индейки. Оп. Продолжаю. Помидоры и авокадо были положены в блендер. И будут сейчас превращены в кашу. Я вам признаюсь честно, мне вот это вот нравится процесс крушения. Вы уже поняли, наверное. То есть, я все время хватаю и крушу. О-о-о. Друзья, ну помните, это был эксперимент. Короче, я попробую просто сюда макать куриные грудки. О, да я это сделаю прямо сейчас. Вообще супер. Ммм. Друзья, вот и индейка приготовилась чем временем. Пока я тут разговаривал. Ну, смотрите, красота какая, а вообще. На гриле. Прямо после вслед за грудками. Так вот. На тарелке. 400 граммов исходный вес индейки. 500 граммов исходный вес грудок. В совокупности 180 граммов белка. Я это в контейнер сейчас погружу вот в эту массу. Смотрите. Это все лишь иллюстрация. Дальше. Помимо этого, творог 600 граммов вот здесь находится. Я положу творог во второй контейнер. В эти 600 граммов творога я положу буквально несколько ложек варенья. Красота. Закрываю. Одно на другое. И что здесь? 600 граммов творога. Это 100 граммов белка. И здесь у нас, как мы уже посчитали, 180 граммов белка. Короче, я сейчас не говорю, что я справлюсь с этим за один день. Но по белку с собой уже все взято с лихвой. То есть я при весе 102 килограмма напоминаю, нуждаюсь в 2 граммах белка на килограмм веса тела. 2,5 это прям топ. То есть это уже то, чтобы строительный материал был, это при условии интенсивнейших тренировок. Там 5 дней в неделю. Так, значит, про строительный материал поговорили. Ну а через несколько дней поговорим с вами про энергию, про углеводы. И я точно так же продолжу подготовку к предстоящему дню с точки зрения углеводов. Так что пишите ваши вопросы, комментируйте, ругайте. Увидимся через несколько дней. Пока.